Всем здравствуйте! Ну что, буду делать вторую попытку укоренения черенков петунии. Вот у меня горшочек. Вы знаете, она пошла в рост. Она начала у меня добреть, зеленеть, такая стала пышненькая. Ну, я ее обрезала до этого, потому что укореняла. Первый эксперимент у меня не удался, потому что я садила, думаю, что в свою землю, в свой грунт. И, по-видимому, он плотный. Или было просто еще рано, так как цветочек еще не проснулся. Укореняла я череночки петунии где-то в конце января. Видео у меня по этому поводу нет. Сегодня у нас 11 февраля, и я снова решила поукоренять. Немножко опять попробую. Вот два, наверное, таких, такого сорта. Вот, посмотрите, какой. Вот этот хочу. Прямо стебелечек толстенький. Такой вот он мощный уже стал. Хороший. Мне так жалко обрезать. Но все-таки я еще раз хочу попробовать укоренить. И другого сорта, но та похуже петунии. Она в большом у меня горшке. Сейчас я ее вам покажу. Вот это еще петуния. Она тоже жива на 11 февраля. Это у меня с прошлого года петунии я оставила. Но я ее никак не могла укоренить в течение лета. Ни в какую она у меня не укоренялась. Сейчас буду пробовать второй раз тоже укоренять ее. Хочется мне все-таки развести свои петунии. Раз в моей земле не получилось, пошла я, побежала в магазин, который находится здесь у нас. Садовый там. Хорошая женщина такая работает, приятная, очень милая. И я с ней посоветовалась. Сначала, первый день пришла, я все-таки купила легкий грунт. Вот здоровая земля, здоровая земля, полностью готовый питательный грунт с применением высококачественного голландского минерального удобрения. Потом пришла домой, положила, а она мне сказала, говорит, я все выращиваю и все укореняю в вермикулите. Думаю, нет, все-таки этот грунт 50 рублей стоит, этот 100 с лишним рублей стоит. Я думаю, нет, я пока куплю вот этот вот легкий торф, думаю, что там торф все-таки. И все, нет, пришла домой, подумала, подумала и побежала я снова за вермикулитом. Думаю, как она мне сказала? Она сказала, что она в прошлом году все семена у нее прекрасно взошли в чистом вермикулите. Она положила в плошечки, присыпала семена, посыпала семена и присыпала просто земелькой. Все, и у нее все-все-все говорит взошло. Поэтому я побежала и купила. Значит, я сейчас сделаю. Одну часть посажу просто вот в этом грунте, а вторую часть я посажу в вермикулите и посмотрю, будет ли какой эффект. Или там, или там. Если не будет, все, я на этом заканчиваю. Больше я заниматься этими укоренениями просто не буду. Приготовила четыре вот стаканчика. Два таких посажу и два тех посажу. Все. Сейчас насыпаю грунт, увлажню и посажу. Ну вот посадила. Значит, один эксперимент, один посадила в торф, а другой в вермикулит. И второй тоже сорт посадила в торф и в вермикулит. И, конечно же, обмакнула в корневине, в стимуляторе корней. Буду наблюдать. Буду в этот раз подсвечивать. Сейчас ставлю на свет. И вечером буду включать свет, потому что темнеет, а все равно еще рано. Буду заниматься подсветкой. Торф надо не переуземлю, надо не переувлажнять. Растите, мои хорошие. Я надеюсь, что вы у меня будете красивыми цветами. Зацепитесь, дадите корешки.